Добрый вечер, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Давайте обсудим прошлую неделю Non-Farm и расскажу о тех сигналах, которые я вам дам на эту неделю. Также досмотрите видео до конца, в конце обсудим экономические новости, на которых можно будет заработать на этой неделе. Переходите на мой канал по ссылке в описании, я выпустил новый ролик о том, что такое Spread, это для тех, кто начинающий. Но для тех, кто не начинающий, уже опытный, тоже посмотрите, полезно знать, какие сейчас спреды в банках и насколько нас дурят банки своими спредами. Глянем сначала Non-Farm, на прошлой неделе был чудесный Non-Farm по третьему способу моей торговли на новостях. Кто не видел, посмотрите ролик на моем канале о торговле на новостях. Вышла новость, евро-доллар взлетел, но затем, когда я увидел, что он остановился, я продал. И, собственно говоря, зарабатывал на коррекции. Коррекция вообще была очень сильная, она ушла даже ниже того уровня, с которого началась новость. Но я, как правило, на 50% движение уже закрываю позиции и вам советую. Но, конечно, если вы перед монитором и готовы подождать, то можете дождаться и гораздо больше взять от рынка. Так что торгуйте на новостях и не бойтесь. Теперь давайте посмотрим сигналы, которые я давал на прошлой неделе. У нас по австралийскому доллару, новозеландскому доллару сигнал отработал в плюс. Он отбился от зеркального уровня поддержки успешно. Пока больше здесь я сигналов не даю. Дальше смотрим евро-фунт. Также сработал в плюс. Отбились от хорошего уровня сопротивления классического. Тоже пока сигналов больше не даю. Смотрим дальше японская иена. Здесь еще в работе сигнал, еще не отработал себя. Но если долго будем внизу топтаться, может уже и не дойдем до туда. Но тем не менее сигнал пока сохраняем. Фунт-доллар. Также пока ждем. Я перерисовал линию, сетку Fibonacci. Потому что цена ушла еще ниже. Но сигналы сохраняются на уровне 61,8. То есть у нас в районе цены 1,3575. И классический уровень сопротивления на уровне 1,3735. Сигнал на продажу еще пока в работе. По Dashcoin, как мы видим, тоже сигнал не дошел. Но тем не менее сформировал новый сигнал. Он пробил уровень поддержки. Сейчас если будем возвращаться наверху, у нас будет новый уровень зеркальный. Это очень хорошо. В районе цены 177,75. Ну и также сохраняю сигнал по уровню 232,62. Дальше австралиец к канадскому доллару. Также сработал в плюс. Отработал. Сейчас ушел вниз. Но он начинает возвращаться. Начинает возвращаться. И мы видим, что у нас есть очень хороший уровень поддержки. Теперь он зеркальный сопротивление. Поэтому в районе 0,9062 будем ставить ордера на продажу. И также я бы сохранил сигнал на продажу зеркального уровня сопротивления. Да, 0,9135. Потому что он может и еще раз отработать. То есть такие сигналы зеркальные очень часто по нескольку раз отрабатывают. Швейцарский франк японская иена. Здесь на H4 видно, что долгий флет такой. Но в этом флете вот есть коридорчик. И уровень сопротивления может тоже себя хорошо отработать. То есть это в районе цены 123,349. Можно ставить ордера на продажу. Канадец франк после сильного импульса вниз движется наверх. Я нарисовал сетку Fibonacci. В районе уровня 61,8. То есть цена 0,7294. Будем продавать. И этот уровень, я хочу обратить внимание, усиливается тем, что у нас есть уровень поддержки здесь. И он будет зеркальным уровнем сопротивления. Поэтому этот уровень, даже если будет сложным пробоем, будет поддерживаться хорошим уровнем сопротивления зеркальным. Поэтому здесь будем ставить ордера на продажу. Все. Вот такие сигналы у нас на этой неделе. Давайте посмотрим экономический календарь. Что касается событий по новостям. Завтра будет у нас решение по процентной ставке Австралии. Далее будет в среду ВВП по Японии. И выступление председателя ИЦБ Лагард. Вот в последнее время что-то рынок стал реагировать на нее. Поэтому я обращаю внимание на эту новость. А также решение по процентной ставке в Канаде. Вот. И в пятницу ВВП по Британии будет. Вот такие новости на этой неделе. Всем желаю успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok